Благотворительный фонд «Это чудо» и телеканал «Девятка ТВ» представляют социальный телепроект «Мой новый друг». Для любого подростка начало взрослой самостоятельной жизни всегда волнительный и очень ответственный момент. Хорошо, если рядом есть любящие и понимающие родители. Выпускникам же школ, интернатов и детских домов очень нужны наставники. Люди, которые поддержат в трудную минуту, дадут ценный совет и помогут адаптироваться во взрослой жизни. Меня зовут Данил, мне 17 лет. Учусь в школе-интернате со второго класса, занимаюсь спортом, люблю футбол, баскетбол и легкую атлетику. Люблю больше футбол, занимаюсь им, больше там призов на них. Там в разные города ездим, первые места занимаем. Раньше гиревым спортом занимался, тоже первые места занимал. Сейчас не занимаюсь. Спортивные способности Данила отмечают все сотрудники интерната. При этом подросток не просто владеет техникой, но и умеет просчитывать поведение соперника на несколько ходов вперед. По словам футбольного тренера, Даня не только один из лучших игроков сборной интерната, но и мозг команды. Очень, так сказать, положительный мальчишка. Он лидер в команде и по футболу, и по другим видам спорта. Баскетбол очень хорошо играет. Мы ездим на соревнования. Он на Павлович, он призер всероссийских соревнований, призер областных соревнований. Мы все время почти тренируемся, там некогда. Много свободного времени нет. Правда, мечты о профессиональной спортивной карьере у Данила уже в прошлом. Сейчас у подростка другие планы на будущее. Раньше, когда был в классе в седьмом, в шестом, я мечтал за профессиональным футболом заняться. Но теперь, я думаю, не займусь этим. Профессиональный футбол не уйду, потому что там учеба будет. Данил уже решил, какую профессию хочет получить. Учебное заведение тоже выбрано. В Кирово-Чапец на автомеханик. Я раньше не сталкивался с машинами. Ну, просто я так подумал, сейчас просто все на машинах ездят, вот хотел разбираться. Способности к будущей профессии отмечают и педагоги. По их словам, Данил очень ответственно отнесся к проведению профдиагностики. У Данила есть выраженный интерес к сфере техники, автомеханики. Также по диагностикам выявлено, что у него предметно-действенное мышление, что очень важно в данных отраслях деятельности. Ну, и сам Данил, он на начало еще профориентационной работы, он был определен уже с профессией, с учебным учреждением, в которое он хочет пойти. Сейчас Данил готовится к экзаменам и к поступлению в техникум. Хотя, по его собственным словам, успеваемость могла бы быть и получше. Учусь я, ну, ленюсь, мог бы лучше учиться. Вот и преподаватели в один голос говорят, что при желании Данил смог бы стать, если не отличником, то ударником уж точно. А еще подростку очень бы помогла поддержка взрослого умного человека. Блин, он так, в принципе, не нарушает, ведет себя очень даже хорошо. Но при всем том, что он хорошо учится и лидер, ему все равно нужен наставник. Все равно он еще ребенок, чтобы, когда выйдет из интерната, чтобы мог с кем-то посоветоваться, что-то, ну, рассказать про свою жизнь, там, поделиться. Ждет наставника и сам Данил. Ведь гораздо проще преодолевать сложности и радоваться успехам, когда рядом понимающий друг. Мне наставник нужен, чтобы там направлял, там, помогал морально. Пока же Данил, как и любой подросток, мечтает о будущей счастливой жизни. Я хочу, чтобы у меня была семья благополучная. Дети, жена хорошая. Я хотел бы жить в Краснодаре, потому что там мой любимый клуб играет. Дом я хочу себе, частный. А еще Даня признался, что мечтает хотя бы на мгновение оказаться в не очень далеком прошлом. В 20-м веке бы пожил. Слушаю там 80-е песни, ну, там, вот эти песни 80-х, там, «Ласкова мая», «Виктор Цо». Вот, хотел бы их увидеть, послушать, посмотреть, как жили. Но если переместиться в прошлое не так просто, исполнить желание Данила в настоящем нам вполне по силам. Зная, что подросток увлекается паркуром и вообще со спортом на «ты», мы отправили его в батутный парк. Как выяснилось, на батутах Данил чувствует себя, как рыба в воде и не боится выполнять даже самые сложные элементы. Мне все понравилось, вот батутный парк больше всего. Если бы можно, было бы, и я бы здесь каждый день был бы. Кстати, тренер батутного парка после занятия отметил способности Данила и сообщил, что с радостью будет с ним заниматься. Хочется верить, что и в дальнейшей жизни Данила будут окружать хорошие люди. Ведь с поддержкой окружающих гораздо легче добиться всего, о чем мечтаешь. До полного счастья мне не хватает уверенности в себе. Если бы был бы в себе уверен на 100%, то добился бы всего, чего захотел бы. Другом и наставником выпускников школы-интерната можете стать и вы. Достаточно просто позвонить по телефону 42-36-52 или заполнить анкету на сайте www.наставник43.ru. Специалисты полностью вас обучат и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкеты для обучения наставников необходима финансовая поддержка. Вы можете помочь, отправив смс со словом «наставник» на короткий номер 3434.